Отглаженные пиджаки и блузки, выпускные ленты и слова благодарности. Они должны улыбаться, ведь так долго стремились стать старше и познакомиться с взрослой жизнью. Вот только подступающие слезы не дают этого сделать. Это слезы расставания, ведь лицеисты прощаются с любимым местом, вступая в новую жизнь. Иногда сложную и непредсказуемую, прекрасную и удивительную. Юноши и девушки сошли с лицейского крыльца, но воспоминания добрые и грустные. Мечты большие и маленькие. Планы амбициозные и грандиозные уносят с собой. Это для меня очень сокровенный жизненный момент. Это какой-то новый шажок, шажок во взрослую новую жизнь. Какая-то новая ступенечка, которую обязательно нужно пройти, но которую так не хочется проходить. Потому что школа, лицей – это такие трепетные годы. Годы, когда мы взрослели, становились лучше, учились, узнавали наших учителей. И как-то уйти от всего этого так не хочется. Хочется остаться с учителями, с одноклассниками подольше. Современный одноклассник, по моему мнению, это человек, который, пожалуй, хотел всю жизнь выпуститься, хотел всегда стать взрослее, но в 11 классе он понимает, как хорошо было в детстве, как было ему хорошо, как он хотел бы даже вернуться, остаться со своими учителями. Пожалуй, любой 11-классник любит своих учителей, но все-таки, когда ты заканчиваешь, ты понимаешь, что ты прошел всю жизнь первую ступеньку в школу. На школьной площадке фотографов не меньше, чем 11-классников, а кадры на вес золота. Ведь последний звонок бывает только раз в жизни. И прозвенит он настолько быстро, что кто-то даже оглянуться не успеет, как окунется в водоворот взрослой жизни, которая не за горами. Впереди экзамены, ЦТ, поступления, счастливого плавания в море жизни желали в этот день виновникам торжества все – сверстники и родители, учителя и первые лица города. Конечно же, волнуются, конечно же, волнуются их родители. Я могу пожелать каждому из выпускников, чтобы его мечта, чтобы те планы, которые поставил каждый из них перед собой, чтобы обязательно сбылись. За этим поколением, будущее нашей страны, пусть все планы у них сбудутся, пусть они обязательно получат профессиональное образование, пусть оно идет во благо им и нашей стране. Это и их личный праздник в первую очередь, но это и дань учителям, конечно, потому что учителя вложили в них очень много. Ну и мы считаем, что они все, то, что мы в них вложили, они исполнят. Каким этот год был для Брестского областного лицея – продуктивным, успешным и показательным. Учащиеся этого учреждения, как всегда, отличились своими знаниями на городских, региональных, областных и республиканских олимпиадах. Почетными дипломами за особые успехи в учебе, что примечательно в год науки в Беларуси, были награждены юноши и девушки. Это достойный вклад и результат Брестской молодежи. Праздник последнего звонка всегда волнительный и очень трогательный, потому что ребята, уже окрыленные, возмужавшие, с определенным опытом жизненным, отправляются во взрослую жизнь. Конечно, мы, педагоги, сделали все возможное для того, чтобы укрепить их полет, для того, чтобы они красиво продолжали его по жизни, выбрали достойное учреждение высшего образования, те, в которые им мечталось поступить, выбрали хорошую профессию по душе. И хочется сегодня пожелать им, чтобы их жизненный путь был красивым полетом, чтобы случилось, свершилось все то, о чем мечталось, чтобы родители всегда гордились своими детьми, их достижениями и успехами. Во взрослую жизнь старшеклассников в лицее провожали громко и красочно. Несомненно, ребята могут гордиться тем, где учились, а лицей теперь всегда будет гордиться выпускниками 2017-го.